Здравствуйте, я Леонид Катвицкий. Хотел обратиться к зрителям, в первую очередь к своим землякам, к украинцам, потому что сейчас те события, которые произошли в России, с Кемерово пожар, погибли довольно много людей, до сих пор спорят какая цифра, митингуют и так далее. Меня вызвало шок, что во многих украинских пабликах, просто в комментариях на ютюбе и так далее, просто украинцы кайфуют, кайфуют от того, что вот так вот, мол, вам русским и надо, так вам и правильно сделали, что сгорели и так далее. Вы видите, как у вас хреново все в стране, и у вас пожарная безопасность никудышняя, а вы тут только нас критикуете и так далее. Просто начинается радость, радость от того, что вот, мол, так вам и надо, вот, получили. Сам украинец живу на Западной Украине, вот, никогда рос еще при союзе, никогда не делал вот такого различия между украинцами и русскими, кто там хуже, кто там лучше. Какая разница? Между государствами сейчас, конечно, очень нехорошо происходит, но, как еще Задорнов говорил, что для нас родина и государство понятия разные. Государство это политики, что они там творят, родина это совсем другое, это свое родное. И никогда не поддерживал этой вот грызни в интернете, вообще не вижу смысла с кем-то грызться в интернете, что это доказывает твои там комментарии, кому они там нужны. Но я понимаю, что значительная часть тех, кто в грызне участвует, это, ну, просто психически больные люди. Сейчас люди в психических, в психбольницах имеют мобилки, заходят в интернет. И обычно, обычно психически больные, вот такие вот, знаете, взбудоражные психотического типа, шизофренического типа, они очень в этом любят участвовать, очень. Вот у нас есть, здесь даже, ну, в больницах это одно, так, в больнице только небольшую часть времени прибывают люди, небольшой процент из больных. У нас здесь есть местный шизофреник, уже, правда, сейчас выехал. Так он, как появился интернет, он вывалил на этот интернет все деньги. Он даже еще здесь, на месте ему не было куда, ко мне, помню, ходил, там что-то там платил, но мне он быстро надоел, как можно сидеть целыми днями в этом всем. Потом он ездил в райцентр, тогда это же поселок, еще только-только тот интернет появлялся, он тратил деньги, потом был без денег, даже по маршрутках деньги просил. По маршрутках просил деньги скинуться ему на дорогу, а люди не знали, что он ехал там в библиотеку, садился и целыми днями в интернете строчил, понимаете. Значительная часть вот этих интернет-комментаторов, таких особенно активных, агрессивных, это больные люди. Но есть люди и здоровые, люди здоровые, и они в то же время вот радуются, радуются, как плохо там в России, как там, так вам и надо, что-то там погорели. Вот я хотел обратиться к землякам, не надо этого всего, не надо, не надо проклинать людей, пожалуйста, пусть этим занимаются политики. Ну я же не, я сомневаюсь, что президент, например, Украины напишет Путину, что так вам и надо, что там вас погорели, все, так вам в России, и горите вы все дальше. Нет, политики как раз себе такого официально не разрешают, и обычно не занимаются такими глупостями. А тут люди, понимаете, ну это кошмар. Почему я в названии видео вставил про зависть? Дело в том, что значительная часть и вот это все, вот такая радость из-за чужой беды, это просто из-за зависти происходит. Просто из-за никакой там не белой, черной, зависть есть зависть. Так, черное, белое, это уже человеческие фантазии. Фактически, зависть это то самое гадкое чувство, весьма, кстати, осужденное в Библии. Нет там в Библии белой, черной зависти, там зависти все. Вот, очень отрицательное чувство. И почему, почему это плохо? Ну вот, например, я люблю петь, и хочу петь, хочу чего-то достичь, а у меня не получается. Вот так, как у других не получается. Голос не тот, диапазон голоса не такой, тембр там плохой, ноты не так попадаю, как другие, затянуть так не могу. И вот все время на кого-то ориентируюсь, хочу, хочу так же, как он, и не получается. И досада меня мучает, и мучает меня досада, что я этого всего не могу, а вот у него лучше. Это уже зависть или нет? Это еще не зависть. Зависть это тогда, когда, вот если он какой-то конкурс там по песне проиграет, или сорвет себе голос, или заболеет, в общем, начнутся у него проблемы, а я буду радоваться. Вот это зависть. Когда действительно человек заболеет и потеряет голос, мне его будет жалко, или хотя бы я буду нейтрален к этому, это его жизнь, он чужой, я, допустим, буду нейтрален. Это не зависть, это просто досада, что вот у меня так не получается. Это желание тоже чего-то достичь. Но когда, когда начинается радость, вот так ему и надо, вот это, вот это именно гадкая зависть, когда кому-то плохо, мне становится хорошо. И вот, что касается России и Украины, конечно, в России экономически намного, ну, намного, не намного, но явно легче. Явно легче живут в России, что там говорить. Украина сейчас в большом экономическом таком, на большом дне. В России живется легче и, ну, что там, своя нефть, свой газ. Страна не так развалена этими сменами властей, как там у нас Янукович наворовал миллиардов и вывез это все за пределы Украины. Но, хотя и в России там воруют, не слабо власти, но хотя бы есть с чего воровать. Нефть, газ продают, а не покупают. В Украине из каких-то ресурсов таких только был уголь, Донецкий уголь, который сейчас и его нет. Там есть Нововолынский и Червоноградский уголь, они очень паршивые по качеству, они далеки от Донецкого. Вообще собираются, ну, собственно, людям дешевле и даже с различным станциям отапливать дровами, чем этим углем. Он не очень некачественный. И в этой Украине ничего нет, кроме земель и сельского хозяйства, а ни одна страна на сельском хозяйстве всерьез не разбогатела. Инвесторы никакие в Украину сейчас, тем более не хотят ехать, заводы тут свои строить из-за рубежа, потому что все же понимают, какая здесь обстановка, что неизвестно, что завтра ждать. Может, тут танки уже будут ездить. Ну и знаю нескольких людей из России. Дядька служил в Кировской области, в Юрье. Знакомая с жены подружка живет в России, в Славянске и на Украине периодически у нее двойное гражданство. Ну, видно, как люди живут, знаем уровни зарплат и понятно, что там есть свои проблемы в России, но больше остается и жить все-таки легче. И вот с этого начинается вот эта грызня между украинцами и русскими. Тем лучше живется, тем хуже живется. И если это не выливается прямо в том, что говорит, как я вам завидую, чтобы вы там повыздыхивали, как вам хорошо, а насколько вам легче. Нет, обычно зависть вот так прямо не выражается. Я же вам завидую, как вам хорошо. Так, ну, какая, например, разведенная жена, когда муж у нее женился на другой и живут, и деньги имеют, и не ругаются, и ничего. Какая бывшая жена будет ходить, как я им завидую, как ей хорошо той новой жене, ах, как я им завидую. Нет, этого обычно не говорят, правда? А что делают? А, там она такая-сякая, она там гулящая, она там хозяйка плохая, а вон у них там ремонт паршивый сделан, у него машина потрепанная, у него то не так, все не так. Вот так начинается выискивание недостатков и радость от того, что что-то у них плохо. Никто же прямо не скажет, я вам завидую, что вы лучше живете. Просто призываю земляков своих, не надо развивать вот эту гадость, так. Насколько я знаю, на, по крайней мере, на популярных сайтах, типа Яплакаль, там, Пикабу, со стороны России просто есть наемные люди, которые сидят и очень активно поддерживают политику своих, там, Единой России и так далее. Вот, если в Пикабу тег политика стоит, то там, там обосрут любого в комментариях, кто хоть что-то попробует сказать против власти. Вот, и многие сами Пикабушники там или участники Яплакаль пишут, что опять Кремлебот, да, сейчас будешь защищать. Вот, уже этих людей примерно даже знают по составу их постов, потом, что, как они пишут довольно шаблонно. Да, понимаете, и эти люди, конечно, тоже участвуют в том, чтобы, например, ту же Украину, там, обосрать в различных комментариях. Потому что сейчас вот такая конфронтация между государствами. Ну, не надо это переносить на тех, кто постраждал, кто пострадал, сгорел в этом Кемерево. Чему тут радоваться, да? Я еще понимаю, шли бы на тебя русские войска, да, воевать, твою землю покорять, и тут они попали в какой-то котел, сгорели. Да, я еще понимаю, они конкретно, они шли тебе делать зло, и тут попали в беду, да, тут понятно, почему хотя бы люди радуются. Но чему радоваться тем, кто сгорел, ребята? Почему начинать активно обсирать Россию, так вам не надо, и так вам всем русскими, и мало вы еще, горели? Когда бы такое произошло? Эти-то люди в торговом центре чем виноваты? Их родственники, которые, возможно, это все будут читать, в чем они виноваты? Что они будут думать? Они будут думать, что здесь сплошные озверевшие украинцы, готовые любого русского за русский язык и вообще убить и задавить, только на улице услышат, да? Хотя я вот живу на Западной Украине, этого нет. У меня канал на русском языке, я... Здесь многие живут и из Донецка переехавшие, когда это все началось. То есть одна здесь живет в моем поселке с Россией, как раз в 2014 год, и с Тулой переехавшая сюда, как раз перед этими всеми событиями. Никто их не трогает, никто их не обижает. Но по этих вот комментариях, по этому зворадству возникают такие баталии, что просто это шок, знаете? Хотя баталии со всех сторон. Например, когда проиграл Кличко в боксе, то радостные были с тысячами лайков под этим комментарием записи в Ютьюбе. Ах, как же приятно видеть там хохла, побитого ползающего раком. И куча радости, все лайкают, так? То есть... Я понимаю, это с двух сторон идет. Но, ребята, ладно, побили кого-то в боксе. Это такой спорт. Люди идут, они знают, что они могут быть побиты, могут проиграть. Но в случае таких трагедий, радоваться чьей-то трагедии, который просто произошел в несчастный случай, этому радоваться. Это просто жестоко, глупо. И это говорит о сидящей внутри человека зависти, которая выливается вот такими комментариями. Просто просьба. У людей беда, у людей горе и очень сильное горе. Мы видим, что там сейчас весьма люди митингуют стихийно, в шоке. Много на чужом горе радости. Сразу начинают некоторые зарабатывать. Открываются различные фейковые, например, группы ВКонтакте, где начинают собирать средства на помощь пострадавшим. А на самом деле эти люди кладут себе в карман. В общем, много. Кому, как говорится, война, кому мать родная. Но просто из трагедии делать радость, я бы попросил этого не делать. Это такое зло, что я просто как бы не выдержал, насколько я вот эту тему России и Украины не люблю поднимать. Потому что все-таки это уже как бы политику затрагивает. Но вот сегодня немножко это узнал и просто не выдержал. Решил вот так обратиться к украинцам. Ребята, не делайте этого. Не радуйтесь чужой беде. Успокойте эту свою зависть, эту свою злость. Можете там радоваться, что какого-то солдата убили. Я еще это понимаю, да, который шел на вас войной. Но только не вот таким вот несчастным случаем, погибшим детям и прочим. Найдите другие себе занятия, если у вас еще голова, конечно, соображает и вы не психически больной. Если вы еще думающие люди, пожалуйста, найдите себе занятия получше, чем вот заниматься такими гадостями. Все, у меня все. Всем пока. Продолжение следует...